ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересная передача нас сегодня ожидает. Пообщаемся мы о футбольном клубе «Вилси» и о окончании сезона в Калужском футболе, о либических командах нашего региона. Сегодня вместе с нами Иван Михайлович Захаров, наставник футбольного клуба «Вилси». Здравствуйте. И Александр Трепачев, защитник футбольного клуба «Вилси». Кто не знает, я думаю, что футбольная общественность, естественно, об этом знает. Футбольный клуб «Вилси» в этом сезоне главная команда нашей области. Все возможные титулы во всех тех соревнованиях, что команда принимала участие, все «Вилси» взяло. Вообще, как это удалось сделать? Я думаю, что сначала Иван Михайлович должен сказать об этом. Ну, во-первых, у команды очень хорошие условия. У нас есть свой стадион. Это полина наша, ну, не только в городе Калуги, она лучшая, как говорят, в области. Во-вторых, мы провели очень хорошую селекцию в сезоне. Мы взяли шесть человек, очень хорошо усилились. У нас было в команде 20 человек перед сезоном. Ну, по обстоятельствам два человека ушли, осталось 18. И я считаю, что вот это. Условия у нас есть, где восстанавливаться. У нас после тренировок, после игры есть своя баня, есть тренажерный зал. Это не у каждой команды. И то, что вот... В общем, самое главное, были созданы все условия. Условия, условия отличные. Главное, что вот в футбольном поле. Это есть где тренироваться и играть. Саша, вообще, насколько... Какие цели были перед командой в начале сезона? И насколько были ожидаемы вот такие успехи и такие результаты? Николай, честно, у нас, как бы сказать, перед сезоном всегда собирается собрание, как бы сказать, футболистов, руководства и, как бы, остальных людей. У нас задача всегда быть первыми. Директор у нас, Валерий Александрович Кутин, он, как бы сказать, всегда ставит первыми, быть лучшими. Это очень хорошее, как бы сказать, качество. Так в жизни, в принципе, всегда надо делать, как бы сказать. Но результат, как бы сказать, достигнут был, как бы сказать, очень великолепный даже, можно сказать. Но, честно, я, как игрок, я не ожидал такого, как бы, рассчитывал. Но всегда были опасения какие-то, какие-то были. И вот, честно, Ивану Михайловичу огромное спасибо. Он все-таки сплотил 20 человек, там, грубо говоря, которые разные по стилю игры, по своему характеру. Это отдать ему должное, как бы сказать. Мы стали не только командой, но и коллективом. И в жизни, и, как бы, ну, на поле. Из-за этого получился результат. В целом, чемпионат Калуги. А насколько был сильный по составу в этом сезоне? И вообще, как можно оценить в этом момент тех команд, что вам противостояли? Уровень, ну, шесть команд, которые могли претендовать на первое место. Во-первых, Калуга-прибор. Очень хорошая, укомплектованная команда. Там умница, мой, как говорится, друг Юрий Павлович работает. Вот, и, Павлович, здоровья тебе от меня и от всей команды. От всех нас, да. Это, в жизни мы соперники. Ну, на поле мы соперники, в жизни мы друзья. Заря в Кадве, тоже очень хороший коллектив. Садовые, да, пошли они после первого круга оставали всего на два очка от нас. Ну, потом чуточку, как говорится. Молодежка. Очень хорошие, перспективные ребята. Олимпик. Олимпик в этом году стал очень боеспособный коллективом. Тяжело мы с ними играли. Вот эти команды могли, любая из команд, претендовать на призовое место. Ну, сейчас обозначили шесть коллективов. Но я думаю, что для вас ключевые поединки были только с одним клубом. Я думаю, что самое главное – это Калуга-прибор. Не, ну, если честно сказать, то любой, как бы сказать, клуб, который даже в нижней турнире на таблице находится, он, как бы, старался кусать нас, как бы, цепляться. Да, и с каждым было настраиваться тяжело, как бы. Да, по классу они проигрывали в свое, как бы сказать, время. Но первые минуты нам тоже доставалось, и, как бы, приходилось туго. То есть, получается, так как это Вилсе, соответственно, команды и выходили на бой. Да, 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 да. Ясно. Вот по матчам с Калуга-прибором, то есть, понятно, что они самые ожидаемые были. Ну, во всяком случае, я думаю, для футбольной общественности. В целом, за счет чего все-таки удалось добиться того результата, что мы увидели в конце сезона? Ну, то, что, я говорю, у нас, у них тоже там условия для тренировок, и поле есть. Но мы усилились, в межсезоне мы усилились, мы освежились. Я не знаю, у них я не увидел, чтобы они, ну, может, кого-то и взяли, но у них остался состав. Мы, как говорится, может, и за счет этого. Мы очень хорошо усилились. То есть, может быть, успех даже заложен был уже в межсезоне, когда вы смогли вот селекционные свои сложности. Да, порешали. Мы в том году доигрывали, у нас осталось, что нас не хватило, у нас в команде осталось, травмы там пропускали, желтые нахватали, 12 человек. Кого-то менять выпадаете, а не кем менять. А в этом году мы могли составом варьировать. Кто-то вылетаете из игры, иди ко мне на скамеечку посиди там, выходите. Усиливали. Не то, что замена ради замены, а именно усиливали. Видел я один матч кубковый, ввел с экологоприбором. Как мне показалось, еще и не только за счет, может быть, силы своей, может быть, даже за счет команды, именно за счет коллектива вам удавалось победить. Так это оно и есть или нет? Да, да, да. Коллектив, он образовался, и настрой перед матчем, как бы каждый за каждого, отрезок поля, каждый вот царапал, как бы, как мог. Ну, друг за другом бились, и все. И с этого, я считаю, что результат, как бы сказать, положительный. Вот. А если бы были против, ну, как бы сказать, друг друга, бывать же в командах разногласия, на разных позициях, так, поэтому я думаю, что коллектив, да, ключевое слово коллектив, которое смогло на поле выйти и победить. Плюс, честно, огромное спасибо болельщикам нашим, которые пришли там в такую ненастную погоду, они болели за нас, приятно было слышать. Это тоже подстегило, как бы сказать, и показать хороший результат. Вот Сашка правильно сказал. То, что у нас игроки, но в этом году стал коллектив. По игровым, по игровым своим качествам. Ну, я становился, когда строитель чемпионом, потом Вилси был чемпионом, но по игровым качествам, да, эта команда очень хорошая. Но по-человечески, такого дружного коллектива в моей практике еще не было. Они вот именно коллективы. Нет, да, на тренировке могут, ну, зарубиться, но скандалы я ни разу не видел, что там было, выяснение каких-то отношений. Вот это самое, на моей практике, это, ну, по игровым вы видите, что мы чемпионами, кубок выиграли, и по-человеческим. Это очень, очень дорого, дорогого стоит, что вот именно человеческие отношения у них. Коллектив замечательный, но, Иван Михайлович, я думаю, что можно кого-то выделить им, быть может, отдельно, по позициям. Или не стоит? Нет, у нас, как говорится, кто-то получал травму, кто-то выпадал, мы не заметили это, дополняли. Ну, я не буду, ну, кто-то забивал решающие голы, но все это делала команда. 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 Вратарь здорово оставил, защитники тоже нападающие. Мы в среднем забивали за игру 5,6. За игру. Представляете? Мы забили за 26 игр 147. Я после игры, вот, после игры мне болельщики подходят, ну, спасибо, на ваш футбол приятно смотреть. Вы, вот, сами играете, ну, что болельщикам надо. Забиваем много, да. Мы сейчас многое сказали, давайте вот сейчас понаблюдаем за финалом, за отчетом о финале Кубка Калуги по футболу, Вилс Калуга-Прибора. Сейчас своими глазами увидим, как все это было. У Калуга-Прибор в этом матче была отличная возможность взять реваж за поражение в Кубке области. Тогда Вилс одержал победу со счетом 2-0. Так что через две недели подопечные Юрия Прохорова были полны решимости не дать хозяевам поля взять второй в сезоне трофей. И уже в концовке первого тайма Калуга-Прибор повел в счете благодаря голу Сергея Климова. Уже после матча полузащитник отметил непримиримый характер соперничества двух клубов. Матч был очень тяжелый, равная игра, равные соперники, можно сказать, традиционные. Бились изо всех сил обе команды. Ну, сегодня удача была на стороне Вилсы. Очень хорошая, сильная команда. В этом году они с каждым годом все сильнее и сильнее становятся. Мы, к сожалению, у нас лавка меньше, поэтому мы где-то подустали чуть-чуть и в конце отбивались. Но все равно ничего вытянули, а в серии... Первый тайм так и закончился с отсчетом 1-0 в пользу Калуга-Прибора. Дождь на стадионе не прекращался, а наоборот усиливался. Но этот факт никак не сказался на настроении болельщиков. Ну, во-первых, кубковые игры всегда отличаются своим накалом, своим напряжением. А финал, вот, несмотря на погоду сегодня, которая, как мы считаем, она футбольная, в принципе, дождливая, но зрители остались очень довольны. Много моментов острых, много ударов по воротам, вратари показали блестящую игру. Ну, а потом обе команды были достойны друг друга. Вторая половина финального матча подарила болельщикам большое количество ударов и моментов. Калуга-Прибор мог увеличить свое преимущество, но вместо этого пропустил ответный мяч. Один-один после удара Сергея Баранцова. Команды готовились к дополнительному времени, в который тоже никто из финалистов не смог получить нужные преимущества. Пенальти. Дашь, дашь! Бурехин и Сазонов забить не смогли. В итоге все решилось после удара Николая Матюхина. Сергей Малюкин спасает Вилсе и приносит своей команде кубок города. Я команде предупреждал. Два я свои отобил. Остальное решайте сами. Проигрывали, сравняли. Пенальти. Ну и нервы, как говорится, на пределе. А сейчас, ну, так, можно сказать, чуть-чуть даже как-то что-то опустошенность есть. Ну, во время игры все, нервы, все, ушло. Сергей Романов, Николай Егоров, Анастасия Бусуева, телекомпания НИКО-ТВ. Может быть, одни из самых таких сложных моментов в калужском футболе, любительском, это отсутствие нормальных, качественных футбольных полей. Я думаю, что год от года, сезон от сезона, все это поднимается, да, потихоньку, и, может быть, даже и улучшается качество. Вообще, как в целом можете оценить качество полей вот в Калуге именно? Ну что, хорошо то, что появилось искусственное поле в Анинках, на Малиниках. Да. Вот эти искусственные поля, конечно, они по весне, мы тоже там арендуем, когда в апреле у нас нельзя на нашем поле тренироваться. Мы платим деньги, арендуем. Это большое подспорье. Очень. Вот эти искусственные поля выручают, конечно. Ну, получается, почти в чемпионате почти у всех команд худо-бедно поля появились. Ну, то есть, не свои, но они в аренде есть. Ну, да, есть возможность провести матч на этом поле. То есть, совсем колхоз-то, ну, за редким исключением. Ну, есть, да. Ну, то, что вот выручают сейчас искусственные поля. Ну, и наше вот это поле, конечно. Получается, участвовали вы в трех чемпионатах, точнее, в трех соревнованиях, да, добились победы, вопросов никаких. Чемпионат области. Я думаю, что эта тема тоже, опять же, вызывает много вопросов у любителей футбола в Калужской области. Шесть команд всего участвовало. Вот, не хочу в целом ситуацию узнавать, хочу узнать от вас вот именно по вашей команде, почему они стали участвовать. Ну, во-первых, то, что игры проходят по выходным. У нас, ну, в основном семейные люди. Поехал в то же ледяную, это день, выходной уже вылетел. И вот мы уже, как, был такой разговор, будем участвовать. И ребят сказали нет. То есть, люди без семьи тогда останутся? Нет, ну, ну, из-за того, что очень, очень неудобно. Ну, неудобно. Ну, во всех, как говорится, семьи, во всех проблемы. И из-за этого директы поговорили с директором. Директор говорит, нет, мы берем с ними не будем. То есть, по сути дела, это только исключительно из-за того, что матч проходит в выходные. Ну, да. Да, если честно, то да. У нас, в нашей команде только из-за этого. Только из-за этого. Мы определились, да, Кубок области, нам нужно сыграть 3-4 игры. Но не весь сезон. С мая по ноябрь. Это надо, ну, поехать тот же Киров, тот же Людинова. Это, понимаете, то, что... Далековато. Далековато. Мы на КФК попробовали, что, ребята попробовали, что это такое. Ну, сказали по поводу КФК. Мысли нет. Все-таки вновь поучаствовать. Чемпион области, я так понимаю. Не чемпион. Чемпион Калуги обладатели Кубка в области. Ну, это не мы решаем. Но руководство сказало, что это очень... Поиграли на Московском. Мы сначала попробовали найти Черноземье кубок, что это такое. Потом Московскую область заявились. И по финансам руководство сказало, это очень дорогое удовольствие. Как считаете, в чем главный функционал вашего клуба, вашей команды? То есть, это помощь для младых футболистов, чтобы они в дальнейшем все-таки, выходя из школы, не попадая в профессиональный клуб, все-таки не оставляли футбол. Либо, может быть, достижение каких-то таких локальных результатов. Собственно, для чего? Нет, ну, к нам пришел Сережка Баранцов. Он после травмы к Калуге не подошел. Он у нас один из лидеров стал в команде. Вот за год буквально пришел. К нам, как говорится, приходят молодые ребята. Мы смотрим зимой. Много приходят на просмотр. Ну, многие бы, многие не подходят по своему уровню. то, что... У нас хороший коллектив есть, ребята, которые поиграли в команде мастеров. Ну, и молодежь растет. Не будем говорить, Сашка Суоровского, он пришел. За четыре года он в такого классного игрока вырос. То, что постоянно, тренировки, мы зимой тренируемся. У нас не только игры, мы и летом тренировка у нас идет этот процесс. Зимой нагружаемся, потом процесс этот тренировочный все равно на охоту у нас есть. Давайте вспоминать сезон уже ушедший. Может быть, вспомним, по вашему мнению, ваш лучший матч и худший матч. Ну, были и плохие, были очень хорошие. Но я считаю, что два лучших матча, как тренер, я не знаю, как игрокам, полуфинал Кубка области с Малой Ярославцев. Мы 4-0 их обыграли. И финал Кубка области. Хорошая игра по содержанию была с Калугой Прибором. Не финал Кубка города, а финал Кубка области, когда мы выиграли 2-0. Ну, я хочу отметить то, что хороший матч Иван Михайлович отметил, а для себя, ну, и для команды, для болельщиков были два плохих матча. Как бы сказать, не то, что матч, а два первых тайма, которых мы провалили, это с Калугой Прибор, как бы ответная игра на первенство города, и с Садовой. Как бы тоже мы как бы не настроились особо, проигрывали после первых таймов. С Садовой мы смогли как-то себя спасти, выиграть матч, а вот с Калугой Прибором мы уступили. Вот. И вот это было, как бы сказать, ложка дегтя в бочке меда, я думаю, вот это вот. Конечно, не хотелось проигрывать, но, видимо, у ребят желания было больше как бы победить. И вот они, ну, видимо, они выиграли. Но все-таки вот какие-то сложности даже у вашего чемпионского состава, у вашей чемпионской команды, они вот были в течение сезона? Или, в общем-то, все вот так гладко, позитивно, спокойно, постепенно двигалось вот к этой цели? Ну, как, собираемся, объявляем, где-то, ну, ну, и за час, минут за сорок надо быть на игре. И, вы знаете, пробки. Один звонит, у нас рабочая команда, один, я в пробке стою, второй в пробке стою, и бывает, что вот такие, то есть любительские моменты, они все-таки существуют. Да, да, очень. Вот это. Да, нервозность немножко выносит, как бы сказать, из корректировки в составе, это, да, как бы. Вот это да. Мы уже упоминали о болельщиках, но все-таки вился уже достаточно с большими традициями клуб, и на любительскую футбольную лигу люди ходили, можно сказать, почти полностью заполняли стадион. Сейчас ходят? Или нет? Помогают? Да, очень помогают, как бы сказать. Пускай не как на КФК приходили люди, но все равно те, которые приходят, они дают очень положительную тенденцию, которая подхлестывает тебя в игре. И ты не имеешь права, грубо говоря, как бы сказать, просто их подвести. Вот так. Да. То, что у нас многие ребята, Сашка еще там есть, ну не многие, человек 5-6, работают на Вилсе. А приходят в основном с Вилсе, и им потом, Сашка правильно говорит, они поддерживают там, потом, если неулачно сыграешь, на работе там, услышишь свой адрес. То есть такое бывает? Обязательно. Обязательно. У нас победы всегда поздравляют, как бы сказать, утром на работу приходишь, да. А если, не дай бог, это... Не, ну даже вот Иваненко мы играли далеко, и женщины нас поддерживают, ну и мужики, мужчины приезжают, болеют за нас. Но на своем поле, конечно, особенно по весне, когда вот... Да, это очень приятно, как бы. То есть такое получается, вот настоящий, такой, может быть, даже советский опыт, когда заводские команды были, да, я думаю, что большое количество заводов люди ходили. Сейчас, быть может, такого и нет, но вот это... Ну что-то, да, в этом проглядывается, как бы какая-то тенденция в этом плане, да. Ну это, очень приятно, когда на команду ходят, и команде, конечно, нет, нет, вот, во Мстихино, у нас там завод, и здесь объявление, там за несколько дней, уже все, все знают, что в этот, вилси играет, дома ли, на выезде, но люди уже заранее планируют. Понятно, знаете, вот существует такое мнение, бытует оно, что, ну, в этом сезоне взяли все, что только можно, да, потом можно уже на следующий сезон немножко расслабиться, мотивация может уйти. у вас такого не будет? И каким образом это можно избежать? Самое ключевое. Полкоманды разогнать, а вот набрать. И половину нового взять, те, что голодные, да, 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 просто оставить тот же состав, это будет тяжело. То есть в плане селекции есть мысли? Обязательно, обязательно. То есть может кто-то уже в блокноте записан, кто? Есть, уже есть. Плюсом. Сейчас, я так понимаю, отпуск? Да. По сути дела, в межсезонье тоже надо отдыхать. В любом случае, от футбола. Обязательно, обязательно. А то надоест. Они не отдыхают, они сейчас в мини-футбол гоняют. Сезон был все-таки насыщенный, как бы сказать, и по своим страстям футбольным, и так вообще, как бы график был тяжелый, 2-3 игры в неделю, конечно. Эмоций много, отдали на футбольном поле. Мы и сыграли в чемпионате 26, в Кубке области 4, в Кубке города 4, в Кубке области 3, 9-й Вальск. Мы за сезон 35 игр сыграли. И из этих одну проиграли, одну ничью. И, в общем-то, вы сказали 20 человек, но это, опять же, не так много, по сути дела. Да. То есть глубина состава, она есть, но не такая большая. Нет, но если, как говорится, выходит на замену, и он усиливает, и меняет, это достаточно. Потому что тоже 20 человек, а 18 в заявку, и он даже не попадет в заявку, у него пропадает интерес. То есть он в заявке есть, значит, он может в любой момент выйти и тренируется. Быть может, многие вообще не знают, как вы занимаетесь, готовитесь к матчам. Понятное дело, что люди работают. Соответственно, это каждый день, либо это через день вы занимаетесь? Мы вот зимой, зимой, в Аненке снимаем, у нас день, например, понедельник или во вторник. В четверг, на своем, на маленьком поле, на заснеженном. Тренировка, плюс баня, тренажерный зал. Ну, бывает, что зимний турнир. Два раза в неделю мы. А летом? Летом бывает и четыре раза в неделю. Две игры в неделю. Бывает, перед игрой надо собраться. Или там, предыгровой. Достаточно интенсивно получается. Летом очень даже. Понятно. Что дальше? Сейчас я понимаю, что мини-футбол, большая часть команды участвует и в Кубке Вызова, еще в чемпионате. Да, да, да. Калуги будет участвовать по мини-футболу. Когда уже будете вновь начинать готовиться к сезону? 10 января. То есть, вот новогодние праздники прошли, и все заново получается. И все начинаем. Ну, вот такой успешный сезон. Конечно, хочется пожелать вам и в дальнейшем, чтобы у вас так же все было позитивно. Я думаю, что для этого все возможности, как вы сказали, и условия существуют. И слава Богу, что такие команды у нас есть. Ну, и плюс к этому хорошо отдохнуть. Это также сейчас немаловажно. Набраться сил, эмоций, и уже снова в бой, снова в путь. Напомню, в области футбола мы сегодня общались о футбольном клубе «Вилси» и, соответственно, о успешном окончании этой команды сезона футбольного. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. И успехов, как я уже и сказал. А мы вместе с вами на телеканале НИК-ТВ увидимся через две недели. Оставайтесь с нами с области футбола. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok